Почему проект называется Турон? Пока существуют иранская, индийская и китайская цивилизации, мы должны использовать термин Туран, который может противостоять им. Стало очевидным, что со стороны наших великих учёных предпринимаются попытки не объединения, а фрагментации нашей общей истории, запечатлённой в различных источниках. Значит, этот проект нацелен на исправление ошибок предыдущих историков, выдвижение идеи единого Турана, не так ли? Я считаю, что мы должны прививать это в мировоззрение подрастающего поколения. Например, пролистав школьные учебники Узбекистана, я заметила, что это название не встречается практически нигде. Мы считаем, что эти субкультуры фактически являются фрагментами одной единой Туранской цивилизации. Мы выдвигаем такую идею, что эта территория является отдельной Туранской цивилизацией. Это касается не только Узбекистана. Такая же ситуация наблюдается и в других пяти странах Центральной Азии. Учёные во всех этих странах не могут выйти за рамки правила, устоявшегося ещё в советский период. У нас сейчас идёт такая тенденция, что люди, живущие в одном регионе и пьющие воду из одной реки, смотрят друг на друга с презрением, поддаются разногласиям, провоцируют друг друга, разжигают межнациональные этнические конфликты, претендуют на территорию или спорят о том, чьи предки были великими. Мы хотим выдвинуть идею о том, что эта культура является отдельной цивилизацией со всеми её достижениями и уникальными аспектами. Все народы Туранской земли вместе сражались против вторжения захватчиков извне. Если считать, что такой опасности сейчас нет, и если каждый будет действовать самостоятельно, будет утверждать, что это его земля, это его территория, это земля его предков, кто будет бороться с угрозой, исходящей извне. Каждый будет сражаться отдельно. Ведь не может же любой посторонний человек, будь то киргиз или европеец, утверждать, что эта цивилизация является проявлением китайской или иранской цивилизации. Потому что Туранская цивилизация совершенно уникальна. Если бы она скопировала китайские титулы, имена или одежду, мы бы не называли её Туранской. В Китайском дворце проявляли большой интерес к стеклянной посуде, привезённой из нашего региона. Если взять на примере современного мира, сплошь, и рядом слышите фразы типа «В этом сезоне в модных домах Парижа или Милана в моде вот такие костюмы, и их носят вот таким образом». А встречаются ли сведения о том, что в раннее средневековье люди равнялись в ношении одежды к жителям Самарканда, центра Турана, принимали их костюмы в качестве модной одежды того периода? Дай Бог, если этот проект осуществится, изменится ли история, книги по истории и учебники? В будущем для дальнейшего укрепления нашего единства нам необходимо создать единую историю Турана. И мы убеждены, что это послужит огромным примером объединения нашего народа и народов всего региона в целом. «Инкатанамуна болада». Субтитры создавал DimaTorzok 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 Лойхар Ахбар Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok К примеру, в произведении «Шахнаме» «Фердоуси» Речь идет об ирано-туранских войнах длившихся на протяжении тысячи лет Туран измена фақаткена гиграфикна он бубқамастан Лойхады археологик ва лингвистик білімлерге таяныр Минтақа халқыларыны адават козғатычы Харқандай хатт-харакетлерден тейліші тарафдары Шында гена Туран замены Джаханге о созыны қорқмай айта оладыген күчге айланышыге ишонады Мунира Хатамова, тарахчы турколог, тарахваларбойча фальсофа доктор Кеттейль Миходым Мы также можем увидеть, что в конечном итоге название Туран обрело антропонимический характер то есть поднялось до уровня имени людей Например, на Настяных росписях Афросиаба в сакдийских надписях написано имя Урантош Эти записи прочел Лившиц в нем упоминается, что имя правителя Чаганиана Туранташ В настоящее время территория Чаганиана входит в состав Сурхандаринской области до арабских нашествий, то есть в раннем средневековье здесь правили тюркские династии Эту информацию подтверждают письменные, нумизматические и китайские источники или, например, отмечено, что эти имена встречаются на территории Ирана Это брачная дипломатия и туранские принцессы, выходившие замуж за правителей Ирана впоследствии стали называться Турандухт, Туранская девушка Позже это имя распространилось в Европе как Туранташ, Турандот Ярким тому примером служит спектакль «Принцесса Турандот» поставленный в театрах Европы, сказки и повести Что касается названий Туркистан и Мевараннахр, как мы видим, они являются частью Турана Точно так же греческое название Трансаксиана используется для обозначения определенной части Турана Название Туран охватывает более обширные территории Эта территория охватывает сибирские степи, начиная от левобережий Амударьи, Копеддога, Каспия и простирается до границы Китая Ни одно из других названий не может охватить такую большую территорию Название Туркестан охватывает центр и ядро Турана Оно охватывает Амударинско-Сырдаринский хребет, Казахстанские степи, Жетису, Иссык-Куль, Восточный Туркестан, Бадахшан, Харасан А под названием Туран подразумевается очень большая территория, включая евразийские степи Тюрки, харизмийцы, бактрийцы, кочевники-скотоводы, оседлые земледельцы, народы, занимавшиеся градостроительством из их числа В дополнение к словам Гайбулы Бабайорова можно сказать, что в 12 веке труд Асада Туси из Харасана содержал словарь персидского языка В нем написано, что Туркестан и Харасан входят в состав Турана На знаменитой карте, созданной немецкими учеными в 1750 году, также обозначена территория Турана Согласно этой карте, помимо территорий стран Центральной Азии, в нее также включены территории Пакистана, Ирана, а также северной и восточной частей Афганистана На карте, наряду с названиями Туркестан и Белуджистан, данный регион упоминается под общим названием Туран А значит, это говорит о том, что для Европы, даже в 19 веке, существовало понятие Туран Меня всегда беспокоит вопрос, почему мы пытаемся опираться на небольшие субкультуры Например, ферганскую, чочскую, харязамскую, сугдийскую культуры При этом мы замыкаемся в своей скорлупе и затрудняемся раскрыть нашу историю миру По сути, мы должны рассматривать все это как часть Турана Тогда мы выдвинем идею собственной цивилизации, которая по праву способна равняться и смело конкурировать с цивилизациями Ирана, Индии и Китая Наши предки Джадиды являются представителями интеллигенции нашего недавнего прошлого, поднявшие идею Турана Они основали газету и театр Туран Они хотели объединить вокруг этой идеи весь регион Нам известно, как был разрушен этот союз Та же проблема существует и сегодня Неспроста это название дают станциям метро, автобусным остановкам, местностям, университетам, банкам Подобная тенденция существует не только в Узбекистане, но и в соседних республиках Например, в Таджикистане выходит в свет журнал «Туронома» И можно сказать, что и в нашей стране выпускают журнал «История и археология Турана» Мы видим, что аналогичное название используется и в Азербайджане Следовательно, это название должно объединять, а не разделять и разъединяет нас Это название должно призывать нас объединяться друг с другом во всех областях Сейчас, например, мы рассмотрели то, что название Туран встречается и в соседних республиках С этой точки зрения можно утверждать, что в языках наших народов, то есть народов Азербайджана, Таджикистана, Казахстана и Кыргызстана могут быть определенные различия, но мы понимаем друг друга без переводчика Нас связывает схожесть культуры и традиций Поэтому можно утверждать, что этот термин понятен не только группе людей науки, но и каждому в целом Поэтому следует отметить, что данное понятие, которому мы на сегодняшний день не уделяем достаточно внимания на самом деле занимает важное место в объединении региона Мы продолжаем, когда мы узнаем, что мы знаем, что мы знаем и не знаем Совершенность всем нашим уровнем, а значит, что мы примем к нашему уровню и меньшему уровню, маленькую уровню, зависимость и различную уровню, и основную уровню Совершенность в истории Мы намерены обсудить выдвигаемую нами идею, пригласив выдающихся общественных деятелей, историков, лингвистов и представителей интеллигенции соседних братских республик. Таким образом, мы хотим увидеть свои недостатки и узнать их мнение о том, на какие аспекты нам следует обратить внимание и над чем поработать. Благодаря этому мы хотим укрепить наш взаимный дружеский диалог между представителями интеллигенции региона. Безусловно, мы планируем проводить его, не выходя за рамки культуры научной дискуссии. Чтобы донести основную идею проекта Туран до жителей всего региона, в первую очередь необходимо внедрить его в сознание и мировоззрение подрастающего поколения. Если пролистать учебники истории для пятей, шести и семи классов школы, то, например, лично я не смогла его найти, термин Туран фактически не упоминается нигде. В учебнике для седьмого класса он упоминался только в одном месте, и то в качестве общего названия Туранская земля. Почему? Что нам мешает употреблять словосочетание «туранская культура», «туранская земля»? Разве мы чего-то боимся и какие территории охватывал Туран? У нас есть великие ученые, написавшие эти учебники. Мне мало известно об учебниках других соседних регионов, но, наверное, и у них наблюдается аналогичная ситуация. Выдающиеся представители истории Узбекистана, академики, доктора наук, выдвинули идею разделения нашей истории на отдельные эпохи, для того, чтобы изучить ее глубже, и тем самым они разработали несколько вариантов периодизации истории. Кто-то предложил назвать период после прихода ислама исламской эпохой, то есть он останется исламской эпохой до советской эпохи, а последующие эпохи будут называться советской и коммунистической эпохами. Еще одна группа историков выдвинула идею создания эпохи Соктской и Хорезмской цивилизаций. Таким образом, стало очевидно, что наши великие ученые, сами того не ведая, пытались разделить и фрагментировать наше единое прошлое, зафиксированное в источниках. Значит, этот проект нацелен на исправление ошибок предыдущих историков, выдвижение идеи Единого Турана, не так ли? Безусловно. Мы категорически против идеи периодизации некоторыми учеными нашей истории, в то время, как мышление молодого поколения в корне отличается от ученых старшего возраста, нынешнее научное сообщество и представители других сфер республики пытаются объединиться вокруг единой цели. Мы выдвигаем идею изучения нашей истории как единую, историю Великого Турана. Это касается не только ученых Узбекистана, но и ученых других стран региона. Аналогичная ситуация наблюдается в пяти республиках региона. Все они не могут выйти за рамки правил, устоявшихся еще в советское время. По какой-то причине эти правила считаются золотым правилом. Прошло более 30 лет с тех пор, как мы обрели независимость. На протяжении 30 лет каждый должен был написать свою историю, однако каждый должен был написать не свою отдельную, а общую историю региона. Что подразумевает собой история? История изучается для того, чтобы извлечь уроки для будущего. У нас сейчас наблюдается такая тенденция. Искусственно сеют вражду между народами региона, создают этнические конфликты, территориальные споры, спорят о том, чьи предки были великими и могущественными, к какой национальности они принадлежали. Несмотря на то, что живут в одном регионе и пьют воду из одной реки, они смотрят на друг друга с презрением, не могут поделить границы. О какой границе вообще может быть речь? Ведь на этой земле издревле жили наши предки, на самом деле нас связывает единая история, судьба, и должно быть общее будущее. С этой точки зрения мы считаем, что все текущие споры разрешатся сами собой. Мы должны взять за основу наше единое прошлое. В целом, какую роль в истории играла Туранская земля? В зависимости от своего географического положения в мире, каждая страна имеет свои особенности. Туран находится в центре культур и по географическому положению находится в самом сердце Азии. Кроме того, если караваны из Восточной Европы шли в Индию и Китай, или караваны с Ближнего Востока и Египта шли на Дальний Восток, они должны были проходить через Туран. С одной стороны, он рассматривается как регион, где соприкасаются различные культуры, а с другой стороны, мы можем рассматривать Туран как колыбель самой древней цивилизации в мире, которая может конкурировать с любыми другими древними цивилизациями. С экономической точки зрения Туран занимает особое место на региональном и межконтинентальном уровнях, и никто не может отрицать это. С другой стороны, с политической точки зрения, народ Турана создавал большие династии и тем самым впервые прославился на трех континентах, что чувствовалось и в его характере. Кроме того, мы знаем, что эта земля взрастила всемирно известных ученых и мыслителей, создавших произведения на разных языках. То есть, признавая уникальность и величие Турана, мы рассматриваем этот проект в качестве своеобразного моста между народами региона. Наша команда проводит исследования в различных направлениях. Каждый из нас в своем направлении намерен продвигать мысль о том, что существует своеобразная культура, которая является отдельной цивилизацией, вобравшей в себя все свои достижения и уникальные аспекты. В нашем регионе существуют разные культуры, например, Чустская культура, Сагдийская культура и другие аналогичные культуры, но мы выдвигаем идею о том, что они на самом деле являются частью общей Туранской цивилизации. Туранская земля представляет собой отдельную цивилизацию. Эта цивилизация внесла уникальный вклад в мировую цивилизацию и развитие, представила миру достижения и постоянно функционировала. Мы удивлены тем, почему наши великие ученые и мыслители, которыми в настоящее время восхищается весь мир, также являются представителями этой цивилизации, представители культуры, приручившей лошадь в Древнем Бронзовом веке, также являются представителями Туранской цивилизации, ибо приручение лошади является огромной революцией в истории человечества. Так почему представители культуры, сделавших революцию в этой области, не признают отдельной цивилизацией. Именно эту идею мы выдвигаем, мы хотим показать, что в истории мировых цивилизаций Туранская цивилизация ни в чем не уступает другим цивилизациям. Действительно, мы, возможно, не построили большие пирамиды, подобные египетским. Мы, возможно, не построили большие сооружения, подобные тем, что есть в Китае. Но мы хотим сделать акцент на том, достижений у нас немало. У нас есть уникальная культура и своеобразный образ жизни. Мы выдвигаем такую идею, что это объединяет весь наш регион. И даже сегодня, в современных этнографических данных, упоминается, что у всех нас схожие обычаи и образ жизни. Поэтому мы утверждаем, что это отдельная цивилизация. Эта земля занимала особое место в истории человечества. На самом деле существуют определенные критерии цивилизаций. Цивилизованный подход сравнительно молод, сформировался за последние два столетия. С конца 17 и начала 19 века до этого ученые подходили к происхождению народов и вообще истории с религиозной точки зрения, а с открытием европейскими учеными других континентов и народов, Та-Шо-Йо, их изучение началось, когда стало известно, что помимо европейской существуют и другие культуры. Когда были разработаны критерии древнейшей цивилизации, она определялась государственностью и письменностью. У какого народа, какого континента были государства, письменность и город, была правовая система. Есть и признаки собственной культуры. Например, упомянутое выше приручение лошади. Это и есть причина продвижения туранской цивилизации, то есть, насколько оно соответствует этим критериям или дополняет их, может, что-то привносит. Туранская цивилизация использовалась в отношении к региону. Сейчас наши ученые утверждают, что есть цивилизация Узбекистана, или, к примеру, и в средствах массовой информации встречается термин «узбекская цивилизация». Другие продвигают таджикскую цивилизацию, либо казахи, например, являются основателями кочевой цивилизации. Киргизы или туркмены утверждают, что являются древнейшими народами, имеющими собственную цивилизацию, основанную на первом орошаемом земледелии. Ну и кто выиграет с того, что был первым в каком-либо поприще, что у каждого была отдельная цивилизация? Не лучше ли вместо этого вынести мысль, что все мы жили здесь, на одной земле, были частицы одного народа, наша письменность, судьба и вообще наши страны были едины? В советский период шла какая-то тайная борьба против дорогих нам, древних и исторических названий, как Туран, Туркестан. Проводилась ли с учеными братских республик беседа или консультация, когда формировался проект, или эту идею выдвигают только узбекские ученые? Безусловно, мы изучали их мнения, их выступления и видео в социальных сетях. Если позволите, мы выслушаем мнения и позиции наших коллег из братских стран. Через некоторое время продолжим. Наш регион, который называется Центральной Азией, он формировался с эпохи древности, в очень глубокой старине, в глубоком нашем прошлом, когда еще люди не понимали, что этот регион будет называться Центральной Азией, здесь тоже проживали очень древние народы, формировались свои какие-то культуры, формировалась своя особая форма хозяйствования. В целом, то, что мы называем цивилизацией в современном понимании. На мой взгляд, вот эта культура или цивилизация, которая здесь сформировалась, она имеет, как я уже сказал, свою специфику, связанную с тем, что вот эти два мира, мир кочевников и мир землетельцев, ну, так, природа была предопределена, они должны были взаимодействовать. Как себя называл этот регион, издревле, исторически, мы можем найти подтверждение, наверное, в нашем прошлом. Если обратиться к древним текстам, допустим, той же Овести, судя по всему, здесь обитали какие-то народы, которые называли Туры. Ну, и отсюда, соответственно, такое понятие, как Туран. Даже вот, если мы географию берем, там вот, если на физических картах смотрим регионы, то мы увидим такое понятие, как Туранская низменность. Ну, это понятие применяется вот к нашему региону, в Центральназиатском региону. То есть, даже вот в географических названиях, физико-географических названиях, этот термин встречается. Сдвигаемый проект под названием Туран и создание подкаста мы целиком поддерживаем. Дело в том, что территория Центральной Азии или Средней Азии это одна из древнейших регионов, где населяли различные народности. Но мое мнение, что Туран это более широкое понятие, чем Центральная Азия. Оно и исторически охватывало, как минимум, весь тюркский мир, а в некоторых контекстах даже еще шире, чем тюркский мир. А сейчас только что буквально запущен новый бренд Made in Turan для всех стран тюркского мира по инициативе Азербайджана, которая была принята. То есть у нас переходим на единую маркировку продукции и здесь Туран означает именно тюркский мир. То есть это шире понятие, чем Центральная Азия. Сегодня мы видим, насколько людям приходится по душе, если говорить среднеазиатский или туранский мыслитель, или же приписывать их имена к нынешним народам, например, узбекский, таджикский ученый или казахский, географ, туркменский филолог. Мы видим, какой резонанс это дает. Поэтому мы выдвигаем этот проект для того, чтобы максимально устранить те аспекты, провоцирующие подобные взаимные конфликты, найти золотую середину, которая подвигнет всех прийти к обоюдному согласию. Но это будет непросто. Вполне естественно, что могут возникнуть конфликты. Конфликты неизбежны. Даже сейчас, судя по идеям историков в Узбекистане, среди нашего научного сообщества можно встретить достаточно противников подобной идеи. Но у нас также много дальновидной молодежи, и среди опытных археологов тоже немало тех, кто поддерживает эту идею. Хочу сказать, что мы открыты к любым идеям и мнениям, никогда не уклоняемся от критики, новых предложений, дискуссий, выступаем в качестве открытой диалоговой площадки. Продолжение следует... Кстати, чуть не забыла. Уникальной особенностью туранской цивилизации является то, что это была цивилизация, объединившая как кочевников-скотоводов, так и оседлых земледельцев. Как уже было сказано, казахи пропагандировали намадизм или кочевничество, однако нигде не упоминается, что для узбеков и таджиков это понятие было чуждым. На самом деле мнение, что казахи и киргизы — кочевники, а таджики и узбеки — оседлые, сформировалось позже. Но было ли так и в прошлом? Например, скажем, сагдийская цивилизация или бактрийская цивилизация? Яркий пример сагдийской цивилизации можно увидеть в настенных росписях Пенджикента. В пенджикентских настенных росписях художники VII века нарисовали на стене образы лиц как тюркской, так и сагдийской внешности. Раз уж существует такой артефакт, почему мы в XXI веке спорим друг с другом? Пенджикент находится на территории современного Таджикистана, а мы — в Узбекистане. Здравомыслящий ученый должен был сказать, что даже тогда народы региона жили бок о бок, они торговали, вступали в брак друг с другом и дополняли друг друга. То есть здесь жили и животноводы, и оседлые земледельцы, и между ними не было никаких разногласий. Особенно это стало заметно позже, накануне арабского вторжения. Из-за опасности сагдийцы, бактрийцы, в целом все народы Туранской земли вместе сражались против захватчиков извне. Если считать, что такой опасности сейчас нет, и если каждый будет действовать самостоятельно, будет утверждать, что это его земля, это его территория, это земля его предков. Кто будет бороться с угрозой, исходящей извне? Каждый будет сражаться отдельно? Почему мы смогли объединиться, когда шла борьба против арабских, монгольских и русских захватчиков? Все мы смогли объединиться. Объединилась не только интеллигенция, но и простые люди, будь то дехкани или ремесленники. Объединились все без исключения, потому что им всем нужен мир в регионе. В этой ситуации не было такого, что это скот животноводов, это земля ремесленников и оседлых дехкан, они всегда нуждались друг в друге. Это, так сказать, взаимодействие, то есть они дополняли друг друга. То есть продукция скотоводов была необходима оседлым земледельцам, а продукция оседлых земледельцев скотоводам. Не было никаких языковых, этнических, религиозных барьеров или какого-либо сепаратизма. Современные ученые это понимают, но что-то мешает им выразить это мнение, они не осмеливаются выдвигать эту идею. Возникла ли туранская цивилизация под влиянием иранской и китайской цивилизаций? Как вы прокомментируете это? На самом деле есть такое мнение, но если исходить из характеристик этих цивилизаций, если сравнить их, то это не так. Туранская цивилизация не возникла и сформировалась под влиянием Ирана или Китая. Безусловно, во всем мире культуры и цивилизации воздействуют, дополняют друг друга, перенимают и передают им какие-то элементы. Цивилизации Ирана и Китая, которые расположены по обе стороны нашей страны, одна на востоке, другая на западе, это очень великие и древние цивилизации. Но туранская цивилизация никогда не была их частью, формой. Если бы она была его проявлением, вбирала бы в себя присущие им термины одежду, посуду и турьёв. Ведь не может же любой посторонний человек, будь он индус или европеец, утверждать, что эта цивилизация является проявлением китайской или иранской цивилизации, потому что туранская цивилизация совершенно уникальна. Например, мы не можем сказать, что идеология государственности была скопирована с Ирана. Она всегда имела свои титулы, своих главных героев. Афросиаб. Во многих письменных источниках он упоминается как Алп-Эртонга. Таджики называют его Афросиаб. Также пишут, что он был первым каганом, первым правителем Турана и дал отпор правителям Ирана. Если бы она скопировала китайские титулы, имена или одежду, мы бы не называли ее Туранской цивилизацией, поскольку мы совершенно отличаемся от них. Даже Иран полностью отличался от соседней с ним индийской цивилизации. Поэтому мы можем на примерах показать каждый из его различий. У нее своя письменность, священные имена, своя идеология, региональная идентичность. У него есть своя идентичность. Мы никогда не говорили, что мы часть индусов, что боги индейцев, их песни и их искусство наши, что мы похожи на них. Никаких письменных подтверждений этому нет. Мы даже не стремились к этому. Не зря в шахнаме воспеваются туранская и иранская культура, которая зародилась у народов Афросиаба и Ирана и тысячелетиями развивалась на фоне кровопролитных войн и конфликтов между их династиями, так как это обозначало то, что в действительности идеологии цивилизации отличаются друг от друга и не принадлежат кому-либо еще, и что все это является ответом на предъявляемые претензии. К примеру, Китай называют великой цивилизацией. Однако продукты, завезенные в Китай из туранской земли в раннем средневековье, перечислены в труде Шефера «золотые персики Самарканда». В этом произведении упоминается, что из земель Турана во дворец Дан в Китае привозили фрукты, богатую и роскошную одежду, приглашали танцоров и певцов. Из Турана привезли культуру и изящную стеклянную посуду. В китайском дворце проявляли большой интерес к этой продукции. Или же страус и страусиные яйца, завезенные из Турана, считались экзотикой для Китая. Или же персики, выращенные в Самарканде. Персики, должно быть, были редким продуктом в то время, раз уж так удивили их, попав в китайский дворец. Знаете, в чем еще яркая особенность туранской цивилизации? Когда древние тибетцы или китайцы записывали какую-то информацию, они пытались описывать каждый уголок мира со всеми его особенностями. например, Китай они считали страной умных людей. Или страной, где широко распространяются знания. Иран или Византия описывались как земля драгоценностей и роскоши. А наш регион описывался как земля лошадей, умелых наездников и управляющих. В какой-то культуре цивилизации могут превалировать строительство, поэзия, литература. В некоторых культурах может доминировать направление, связанное с религией и вероисповеданием. Например, сколько эпосов было написано в Индии, появился буддизм. Но поражаясь уникальными особенностями Турана, его признали не только соседние, но и далекие цивилизации. В частности, благодаря лидерским качествам туранцев, они на протяжении двух, два сплалайни тысячи лет основали более 250 династий и государств. С учетом этих аспектов туран никогда не следует рассматривать как находящийся под влиянием окружающих цивилизаций или как небольшой его фрагмент, частичка. Игорь Негода, В дополнение к этому я бы хотела добавить еще один факт. Именно в раннем средневековье и раньше по всей земле, как и сейчас, существовали большие с геополитической точки зрения империи. В труде Якута Хамави зафиксированы следующие сведения шаханших династий сосанидов. Хосров приказал нарисовать на стенах своего дворца, где проходили большие собрания, изображения четвертых империй мира того времени. Что это были за империи? Одна из них Китай, правитель людей, другая Индия, царь Брахманов, третья Туран, царь лошадей, а четвертая Византия или Рим, царство драгоценных камней или ценностей. Тот факт, что иранский шаханшах наряду с собой ставил Туран в один ряд с мировыми империями, означает, что туранцы считались равными им. Поэтому мы не можем быть отдельной цивилизацией и утверждать, что находились под влиянием Ирана, либо Китая. Об этом также писал китайский монах Сюань Цзан, что также свидетельствует о сложившейся в раннем средневековье геополитической ситуации. Любая цивилизация никогда не развивалась изолирована от других цивилизаций. Всегда существовало взаимодействие. Это бросается в глаза в каждой культуре. То же самое касается и древнейших цивилизаций. Аналогичную ситуацию можно наблюдать и в туранской цивилизации, то есть в ней было много уникальных достижений и перенятых аспектов. Возможно, именно потому, что они были лидерами в освоении, сформировались упомянутые выше взгляды. Однако сегодняшние археологические исследования или сведения из письменных источников показывают, что туранская цивилизация внесла большой вклад в мировую цивилизацию. В частности, это четко проявляется во всех сферах. Выше мы уже говорили о созданных в нашем регионе тканях, которые упоминались в китайских источниках. Например, упоминается, что ткань, сотканная из шерсти, ведари, очень высоко ценилась и стоила дорого, так как была очень высокого качества и теплая. Есть сведения о том, что из-за дороговизны было жалко резать ее, и люди накидывали его на себя целиком. Ею пользовались не только в нашем регионе, она также экспортировалась в Китай вплоть до Византии. Есть сведения о заимствовании этой культуры из культуры наших городов. То есть вы хотите сказать, что они переняли это из туранской цивилизации, верно? Безусловно, например, есть сведения о том, что в раннем средневековье дошли до того, что равнялись в ношении одежды к жителям Самарканда. Если взять на примере современного мира, сплошь и рядом слышите фразы типа в этом сезоне в модных домах Парижа или Милана. В моде вот такие костюмы, будет в тренде такая-то одежда. Также и в раннем средневековье принимали костюмы Самарканда, центра Турана, в качестве модной одежды того периода. В китайских источниках упоминается, что в Самарканде модно накидывать ведери на себя. Все это одно из величайших достижений нашей цивилизации. Это не только в одной области. Давайте рассмотрим сферу земледелия. Опять же, в тех же китайских источниках очень часто упоминаются персики, выращенные в Туране. Раз уж китайская цивилизация, которая так много дала миру, не смогла вырастить этот фрукт на своей земле, не означает ли это то, что туранская цивилизация превосходит Китай в некоторых аспектах, в том числе и в области сельского хозяйства. Туран обеспечивал весь мир люцерной, а ферганские лошади. Что касается животноводства, то таких пародистых лошадей, как в нашем крае, здесь никогда не умели разводить. Вот почему китайские императоры всегда стремились заполучить туранских лошадей. Дело даже доходило до войны. Упоминается, что во дворце китайских императоров всегда высоко ценились туранские воины и солдаты. Даже что один туранский воин был равен четвертым воинам самого Китая или других краев. Кроме того, туранское искусство славилось и пением, которое является ярчайшим образцом культуры. Танцоры из Турана отправлялись в китайский дворец и участвовали в самых высоких приемах императора. Певцы и танцоры нашего региона участвовали в кульминационной части Императорского вечера. Как мы рассматривали выше, хотя мы внесли свой вклад в развитие почти всех сфер, хотя у нас есть достижения во всех областях, мы не прилагаем достаточных усилий, чтобы проявить это. Правда, как и во всех цивилизациях, у нас также много элементов, перенятых у других цивилизаций. На самом деле и это наше огромное достижение. Мы стали гибкими, то есть легко адаптируемся, открыты для других культур. Всегда вступаем в диалог легко, быстро осваиваем и принимаем. Но в то же время мы хотим показать, что у нас есть достижения, которые могут служить примером для других и получить широкое распространение в каждой области. Теперь мы знаем настоящую цель проекта Туран. Дай бог, если этот проект осуществится, изменится ли история, книги по истории и учебники? Конечно, это один из основных аспектов нашей идеи. Мы неоднократно повторяли ее актуальность на сегодняшний день. Нам необходимо создать единую историю Турана, чтобы в будущем еще больше усилить наше единство и укрепить связи регионального сотрудничества. Проект может послужить величайшим примером объединения народов региона и стран всего региона в целом, создание единой истории имеет важное значение в распространении вышеупомянутой туранской цивилизации во всем мире, демонстрации того, что она занимала особое место. Существует столько разных интерпретаций, его называют Средней Азией или Туркестаном, после большого хронологического процесса очень сложно будет продвигать эту историю. Отныне каждая деятельность, стремление, действие будут иметь свои трудности. Мы предусмотрели это и открыты к любым мнениям. Мудрая пословица гласит, что дело, которое делается по общему совету, не расстроится. Мы надеемся, что вместе мы преодолеем все трудности и препятствия на этом пути. При этом мы, конечно, будем учитывать мнения наших братьев, таджиков, казахов, киргизов, туркменов, наших каракалпакских друзей, в целом всех и даже мнения братских народов из дальнего зарубежья. Мы стремимся получить и донести их до нашего народа мнение зарубежных специалистов об истории нашего региона, будь то китайцы, японцы, американцы или русские. Надеемся, что только тогда мы достигнем поставленной цели. На этом все. Спасибо. До встречи в следующих выпусках проекта. Это был проект «Туран» на канале YouTube. До новых встреч в следующих номерах.